Мафия 2 Лишь того и надо было. Долгих пять лет хотелось верить, но не было причин. Кадринг оф девелоперс, издатель первой части, канул в лету. Да и у самих Illusion Softworks, ныне 2K Check, дела шли не лучше. Но свершилась игра в разработке и долгожданный релиз уже близок как никогда. А в эфире Stop Game — видеопревью без преувеличений самой ожидаемой игры будущего года. События Мафия 2 развернутся в городе Эмпайр-Сити, прототипом которого является, разумеется, Нью-Йорк образца 50-х годов, где заправляют три мафиозные семьи — Винчи, Клементе и Фальцони. Встав на сторону одного из кланов, игрок будет медленно, как в оригинале, на протяжении десяти с лишним лет зарабатывать почет и уважение. Зовут главного героя, кстати, Вито Скалетто. И его история в корне отличается от судьбы Томаса Анджело. Вырос малыш Вито в нищете на улицах Эмпайр-Сити, в семье бедствующего эмигранта из Сицилии. Будучи еще маленьким мальчиком, он клялся сам себе, что когда-нибудь станет как они. Те люди, за которыми он наблюдал не раз и не два. Хорошо одетые, на шикарных машинах, богатые и властные джентльмены, к которым уступают дорогу прохожие на улицах, а хозяева различных заведений лично открывают перед ними входные двери. Мы, то есть игрок, попадаем на улицы Эмпайр-Сити вместе с Вито после того, как он возвращается из армии. Уже на платформе вокзала Гранд Централь сразу с поезда нас встречает друг детства Джо Барбаро, который заметно изменился со времен последней встречи. Как выясняется, пока Вито активно снижал численность фашистов, Джо благополучно внедрился в мафиозное окружение и теперь даже имеет какие-никакие связи. Да и пришел он вовсе не просто так. О сюжете игры сценарист Дэниэль Вавра говорит охотно, но ловко оставляя при этом основные детали за кадром. По его словам, сценарий Мафия 2 на две сотни страниц больше, чем текст для первой части, а сам сюжет условно поделен на три этапа. Первый — это становление главного героя, его путь в мафиозный клан. Второй этап — выбор одной из трех семей для дальнейшего с ней сотрудничества. Третий же — это самое сотрудничество. Каждый клан — это отдельный сюжет и отдельная концовка. Ну а суть заданий останется во многом прежней. Налеты, грабежи, убийства, транспортировка контрабанды, выбивание долгов и прочее тому подобное. Разве что места событий станут разнообразнее. Будут миссии в пивоварне, обсерватории и даже в литейном цехе. А механика перестрелок изменится в сторону лучших образцов современности вроде Gears of War. Укрытие, стрельба вслепую и прицельное истребление торчащих макушек. Общая площадь города составит примерно 16 квадратных километров, что дважды больше, чем в оригинале. А расположится Empire City на реке Линкольн, протяженность которой достигнет 70 километров. Немало времени было потрачено программистами на создание многовариантной модели поведения NPC на улицах. И на данном этапе работы они ею уже гордятся. Жители виртуального города, подобно населению Oblivion, подчиняются собственному распорядку дня. Добираются на работу, причем не только пешком или на автомобиле, но и на общественном транспорте. Стоя на остановке в ожидании автобуса, люди курят или читают газету. А не дождавшись своего рейса, вполне могут торопливо отправиться пешком или поймать такси. И все это не беспорядочный набор функций, а ряд последовательных, осмысленных действий. Боты всегда руководствуются некой целью. Будь то необходимость вовремя добраться до места работы или просто перекусить в любимом ресторане, а то и шмотками закупиться. Что касается непосредственно геймплея, то в целом это все та же старая добрая мафия, но в современной обработке. О понтах и технологиях можно говорить еще долго. Тут и анимация, симулирующая работу трех десятков лицевых мышц, и набор из сотни с лишним эмоций для каждого персонажа, и невероятного качества модель повреждений для автомобилей, по их предусмотрено целых 80 наименований. Машины тут, как и раньше, занимают далеко не последнее место в игровом процессе. Теперь угнать понравившуюся модель можно двумя способами. Ковыряться с отмычкой или же просто разбить боковое стекло. Разработчики хорошенько поработали не только над внешним видом автомобилей, но и над их внутренним устройством. Были созданы и анимированы модели двигателей и некоторых других деталей. Наделен функциями багажник, куда можно будет складывать оружие, трупы и прочие атрибуты каждого уважающего себя бандитто. Физика средств передвижения тоже была существенно доработана. Погони теперь обещают стать трижды более динамичными и захватывающими благодаря послушному управлению и возможности делать контролируемые заносы на поворотах. Стоит ли говорить, что стрельба из машины тоже никуда не денется? Насколько здорово все это выглядит и играется, вы сейчас видите на экранах. Перед нами старая добрая мафия безо всяких спорных нововведений, но в самой современной обработке. И все это вполне может оказаться на наших с вами компьютерах уже весной 2010 года. Продолжение следует... Продолжение следует...